И сегодня мы будем говорить о господстве. Господстве, к которому призывает нас наш Господь. Давайте начнем с самого начала. С книги Бытия, с 4 главы, с 6 по 8 стихи. И сказал Господь Бог Каину. Почему ты огорчился? И отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю. Брату своему. Пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля. Брата своего. И убил его. Хочу акцентировать ваше внимание на призыве Бога к Каину. Господствуй над ним. Что же означает слово господствовать? Господствовать, это значит иметь власть. Находиться у власти. Держать в своей власти. Держать в своей власти. Значит, следовательно, обращаясь к Каину, Бог призывает его. Чтобы он имел власть над грехом. Или держал его в своей власти. Пока он лежит у дверей. Здесь, конечно же, речь идет не о дверях дома, в котором жил Авель. О Каин, извините. Но речь идет о дверях сердца. Мы знаем, что Каин огорчился именно в тот момент. Когда Бог призрел жертву Авеля. А на его жертву не призрел. Призрел, то есть обратил внимание. Бог знал, что причиной огорчения Каина была зависть. Зависть к своему родному брату. И это стало грехом, влекущим Каина к себе. И желание отомстить брату было настолько сильным. Что Каин не смог просто устоять перед этим искушением. И несмотря на предупреждение Бога. Он совершил убийство. То есть Он пустил грех в свое сердце. И уже не мог господствовать над ним. И это привело к трагедии. Давайте не будем забывать с вами, что в членах наших живет грех. То есть Он всегда у дверей нашего сердца и ждет, когда Ему позволят войти. Поэтому Господь нас и призывает. Бодрствуйте и молитесь. Чтобы не впасть в искушение. Дух бодр. Плод же немощно. Это записано в Евангелии от Матфея 26, 41. Значит, господствовать над грехом. Человек может только тогда, когда он пребывает в Духе Божьем. Итак, мы рассмотрели с вами ситуацию, в которой Бог призывает господствовать над грехом. Но в Священном Писании есть еще и другие примеры господства. Которым нас призывает Бог. Это господство над разного рода ситуациями и обстоятельствами. Которые окружают каждого человека. Верующий он или неверующий, неважно. Но речь идет сегодня о нас. Мы знаем с вами, как нелегко было Моисею управлять многочисленным народом по пути в землю обитованную. Но всякий раз, когда возникала сложная ситуация. И нужно было принять какое-то решение. Моисей всегда в молитве обращался к Богу. И он всегда получал ответ. Моисей никогда не полагался на собственные чувства и эмоции. Которые всегда вовлекают в ситуацию. То есть, чувства и эмоции человеческие, они вовлекают его в ситуацию. И делая его таким образом рабом этой ситуации. То есть, зависимым от той или иной ситуации. Но полагаясь на Бога. Моисей всегда принимал верные решения. Таким образом, господствуя на происходящем. За исключением единственного случая. Когда он все-таки проявил свои эмоции. И тем самым, мы знаем, он не явил святости Божьей. Это произошло в пустыне Син. Когда народ возроптал на Моисея и Аарона. Из-за отсутствия воды. И несмотря на то, что Моисей и Аарон все-таки получили от Господа указание, как им нужно поступить в этой ситуации. Они все же поступили по-своему. Это своего рода тоже предупреждение, как было и Каину. Господствуй над ситуацией. Но, к сожалению, не получилось. В молитве Отче Наш Иисус учил апостолов просить Бога не вводить их во искушение. Но избавить от лукавого. Потому что человек всегда чем-нибудь искушаем. Будь то грех. Или обстоятельства. Или испытания. Это все есть искушение. Иисус учит своих учеников не полагаться на собственные силы. Но всегда в молитве вопрошать Бога. И лишь в этом случае. То есть в случае покорности Богу. Верующий может противостать дьяволу. И тот убежит. Одним из ярких примеров господства над ситуацией. Является царь Соломон. Его первый суд. Над двумя женщинами-блудницами. Которые жили в одном доме. Они обе имели новорожденных детей. Но у одной из них ребенок умер. Потому что она заспала его. И представ пред царем. Одна из них доказывала, что ее ребенок жив. Но другая подложила своего мертвого ребенка ей. И забрала ее дитя. Другая же женщина утверждала, что ее ребенок жив. Слушая этих женщин. Царь Соломон принимает неординарное решение. Это записано в третьей книге Царств 3, 24-28. И сказал царь, подайте мне меч. И принесли меч к царю. И сказал царь. Рассеките живое дитя надвое. И отдайте половину одной и половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой. Царю. Ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему. О Господин мой. Отдайте ей этого ребенка живого. И не умершляйте его. А другая говорила. Пусть же не будет ни мне, ни тебе. Рубите. И отвечал царь и сказал. Отдайте этой живое дитя. И не умершляйте его. Она его мать. И услышал весь Израиль о суде. Как рассудил царь. И стали бояться царя. Ибо увидели, что мудрость Божья в нем. Чтобы производить суд. В жизни каждого человека встречаются ситуации, когда ему необходимо принять решение в отношении какого-то другого человека. И это всегда очень ответственно. Потому что принятое решение, оно всегда влечет за собой какие-то последствия. Потому что если решение будет правильным, то и последствия соответственно будут хорошими. Ну и наоборот. А правильным решением может быть только единственным случаем. Когда оно принимается от Духа Божьего. Если бы царь Соломон не был исполнен Духа Божьего. То он рассудил бы женщин по плоти. Душевно, на основании эмоций. Которые проявляли эти женщины. То есть, не господствуя над ситуацией. Он бы впал в искушение. Будучи обольщен лукавством нечестной женщины. И тогда неверное решение. Повлекло бы за собой печальные последствия. Представьте трагедию матери, у которой отняли ребенка. И ужасную судьбу самого ребенка, который попал в руки женщины. Которая жестока и не любит его. Но этого, к счастью, не случилось. Потому что мудрость Божья, простите, была в Соломоне. Чтобы производить суд. Обращаясь к коринфянам, в своем послании апостол Павел показывает отличие духовного человека от душевного. Это записано в первом послании к коринфянам 2, 14, 16. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сем надо судить духовно. Но духовный судит о всем. А о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить Его? А мы имеем ум Христов. Значит, отличием духовного человека от душевного является то, что духовный человек имеет ум Христов. И может судить о всем мудростью Божьей. Сходящей с небес. И такой суд всегда будет справедливым. И принесет добрые плоды. Но, к сожалению, в одном и том же человеке могут проявляться как духовные, так и душевные качества. Но, безусловно, в человеке могут быть духовные качества и качества души. Все зависит от того, бодрствует он, пребывая в Духе Святом. Или же нет. Господствует над ситуацией. Или ситуация господствует над ним. И вот таким ярким примером является случай, произошедший с Иисусом Навиным. Эта история записана в 9 главе книги Иисуса Навина. Это когда все цари Амарийские собрались вместе. Чтобы сразиться с Иисусом Навиным и Израилем. Евеи, жители близлежащего Гаваона. Услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем. Решили пойти на хитрость. Вы, наверное, помните из Ветхого Завета, что Господь запретил шести народам Израилю сочетаться с шестью языческими народами. То есть заключать с ними разного рода соглашения. Как же поступили Иевеи? Это один из тех народов, с которым Господь запретил заключать соглашения. Они запаслись хлебом. Положили ветхие мешки на ослов. И ветхие изорванные мехи вина. Обувь на ногах и одежда их была ветхая и изорванная. А хлеб сухой и заплесневелый. Они пришли к Иисусу в стан израильский. Это книга Иисуса Навина 9-6. В Гал-Гал. И сказали Ему и всем израильтянам. Из весьма дальней земли пришли мы. Итак, заключите с нами союз. Израильтяне во главе с Иисусом Навином вначале усомнились. Они спросили их. Может быть, вы живете близ нас? Как нам заключить с вами союз? Они сказали Иисусу. Мы рабы твои. Иисус же сказал им. Кто вы и откуда пришли? Они сказали Ему. Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего. Ибо мы слышали славу Его. И все, что сделал Он в Египте. И все, что Он сделал в Египте. В доказательство того, что они пришли издалека, евеи предоставили заплесневелый хлеб, изодранную одежду, заплатанные мешки, мехи, сказав, что все это произошло в негодность от весьма дальней дороги. И далее в стихах 14-15 записано. И далее в стихах 14-15 записано. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа небо просили. И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь. И поклялись им начальники общества. А через три дня пути израильтянам стало известно, что этот народ живет поблизости от них. Но наказать Его было уже невозможно, так как была дана клятва по имя Господа. Таким образом, Иисус Навин и сыны Израилевы были обмануты потому, что не вопросили прежде всего Господа. Но легковерно послушали льстивые речи, и позволили обольстить себя ложным состраданием. Это тот случай, когда не было явлено господство над ситуацией. И произошло это, к сожалению, с Иисусом Навиным, который не был искушен страхом, когда Он осматривал землю обетованную. Иисус Навин и Халев, это два человека, которые остались верны Богу. И они господствовали над той ситуацией, в которой они попали в земле обетованной. Итак, если в каждой ситуации и при любых обстоятельствах не судить по внешности и не физическими глазами смотреть на видимое или слышимое, но со всяким делом прежде всего обращаться к Господу, то можно услышать божественный ответ и получить наставление о разрешении любого вопроса. В этом и заключается господство над ситуациями и обстоятельствами. Именно такими хочет видеть нас Господь. Господствующими, но не рабами. поэтому давайте сейчас с вами помолимся. Боже наш, слава Тебе! Боже наш, слава Тебе!